здравствуйте товарищи меня зовут попов михаил васильевич президент фонда рабочей академии ученые звание у меня профессор по кафедре экономики и права и я сегодня хочу быть выступить по чрезвычайному вопросу связи со вчерашним обращением к шахтерам товарища васьковского александр евгений евгеньевича который является сопредседателем профсоюза независимого профсоюза шахтеров донбасса и в него входят и члены профсоюза в донецкой в луганской народной республики и ряд предприятий ассоциированных с угольной отрасли о чем состоит сообщение ну прежде чем сказать чем состоит сообщение а это вы можете посмотреть вчера ролик уже вывешен вчера сообщение состоит в том что так сказать та сторона которая пытается решить задачу забрать навсегда те зарплаты которые не выплачены она не успокоилась значит мы вроде бы как с вами друг друга поздравляли праздновали победу торжествовали но это ведь победа в плане выплаты заработной платы которая не выплачивалась удерживалась незаконно теми людьми которые использовали эту зарплату значит эта победа касалась только двух предприятий в донецкой народной республики которые поступили так как надо было поступать по закону а именно вот написать соответствующий документ во вчерашнем ролике он вывешен наш руководитель нашего канала сергей викторович тюленев вывесил это там я бы только одну поправку сделал к зод пишется кодекс законов о труде последние две буквы тоже с большой буквы в зод днр это часть первая статья тридцать четвертый и часть 2 статья сто тринадцатая в соответствии с этим кодексом каждый человек которому не уплачивать его зарплату то есть некоторые говорят задерживают это не хорошо так сказываться что значит задерживают не задерживают а удерживают и удерживают чужую зарплату и удерживают незаконно и как думаете где она лежит эта зарплата она лежит думаете где-нибудь там в сумке или где на полу она же лежит где банки и на эти банки на эти деньги идут проценты значит вот те предприятия которые перечислены александр евгеньевич вчера и которые решили использовать для того чтобы на них провести эксперимент с ликвидацией всей той суммы которые незаконно удерживаются собственниками шахт так вот более полумиллиарда рублей удерживаются они находятся в банках как вы думаете если полмиллиарда рублей положить в банках и посмотреть сколько будет какой будет прирост дополнительный но если вы скажем миллиард положите то я думаю пять процентов от миллиарда то считаете les 6 процент на полмиллиарда в два раза меньше то есть есть денежки которые приносят еще денежки а те люди которые пользуются этими деньгами, они решили, что нечего ей отдавать, раз никто не просит, никто не требует, никто не отбирает. И это происходит в той обстановке, которая имеет место в связи с особыми событиями, которые были, а именно людям рассказывают, что такая ситуация у нас, мы в тяжелом положении, у нас недавно были военные действия, но люди зарплату должны получать. Как вы думаете, в Великую Отечественную войну задерживали зарплату работникам военных заводов? Как может быть такое? В Великую Отечественную войну люди сдавали деньги на пушки, на танки, самолеты. Откуда они их брали? Потому что им платили. Как можно этим объяснять? Если даже ведутся военные действия, то в это время работают те предприятия, на которых работают люди, которые должны содержать свои семьи, а иначе подрывается вообще оборона, подрывается безопасность и так далее. То есть никакой задержки нет. Удерживаются незаконно чужие средства. Чьи чужие? Для них чужие, а для вас они свои. Ну как для вас свои? Они уже от вас отчуждены. То есть вы их уже не получаете много месяцев. А если вы их не получаете, это определяется как отчуждение. Произошло отчуждение от вас и присвоение другими лицами. Это присвоение может быть временным, как нам кажется, или как вам кажется сейчас. А это может быть присвоение постоянным. И вот на фоне тех замечательных побед шахтеров в Луганской Народной Республике на шахте Антрацит и Неконор-Новой в городе Антрацит и тех побед, которые на шахте Комсомольской были добыты, когда все выплатили. И все выплатили, потому что товарищи строго по закону поступили. Они что сделали? Они написали соответствующее уведомление для своего руководства. В этом уведомлении написано, что я Иванов Иван Иванович, приостанавливаю работу. Обратите внимание, я вам эту юридическую тонкость должен пояснить. Если вы скажете, я останавливаю работу, это незаконно. Как вы находитесь на работе, как это вы останавливаете? Если вы останавливаете, то это забастовка. Для забастовки существует процедура, законно установленная. А для процедуры надо ее выполнять последовательно. Там много этапов. Там есть выдвижение требований, там есть переговоры, там есть приглашение посредника, там есть трудовой арбитраж. Потом новая конференция, должно быть более 50%. Потом идет голосование, потом избирается статичный комитет, определяется форма забастовки, она будет на 5 дней, на 6 дней или бессрочная. Мы всегда рекомендовали бессрочную, потому что, когда вы получите свои результаты, которых вы добивались, тогда и прекратите. А что значит, закончить забастовку? А некоторые втянулись в забастовку, а потом они не смогли вовремя остановиться. Их раз и обвиняют в том, что они совершают прогул. И увольняют. Поэтому не надо ловиться на эту удочку. Ни о какой сейчас забастовке речи не идет. И это самая, так сказать, рутинная, обычная операция. Вам что-то не заплатили. Так что надо сделать? Если у вас есть договор, и по этому договору вы работаете, вам платят. А потом вам не платят. Что надо значит? Значит, вы, соответственно, не работаете до тех пор, пока вам не заплатят за то, что вы сделали. Вот и все. То есть, вы не останавливаете работу, а приостанавливаете до выплаты заработной платы. Это и в законе российском. В российском законе записано однозначно. Работник, уведомив свою администрацию, приостанавливает работу до выплаты зарплаты. Как только, мало того, не просто приостанавливает работу, вы должны письменно уведомить администрацию, что вот Иванов, Иван Иванович, завтра вам будет выплачена заработная плата, и прошу завтра снова приступить к работе. А где вы можете находиться? Ну, по российскому закону вы можете находиться на рабочем месте, вы можете находиться дома, вы можете гулять, говорится, лишать свежим воздухом и ждать, когда вам заплатят зарплату. Естественно, за это время вам должны тоже заплатить, как за простой. Потому что из-за кого это простой? Из-за тех, кто не заплатил вам заработную плату. Вот это, так сказать, по закону. Так выглядит это дело. Но есть другой закон, российский. Российский закон о том, что те, кто не выплачивает зарплату, могут быть привлечены к уголовной ответственности. Тогда люди подают в суд, привлекают к уголовной ответственности. Ну, и те, кто не платили, идут в тюрьму. Вот примерно картина, как она представляется с точки зрения российского законодательства. Сейчас руководители ДНР и ЛНР, они являются гражданами России. Они, между прочим, должны и с этой стороны знать российское законодательство и выполнять. Но и те законы, которые есть в ДНР и ЛНР, в связи с такой ориентацией в целом на Россию и на ее поддержку, они тоже такие же. Поэтому вот в том документе, о котором я говорил, о котором нужно приготовить. Часть первая, статья 34-я, и часть вторая, статья 113-я, КЗОТ, Кодекс законов о труде, КЗОТ, ДНР. А у нас называется уже Трудовой кодекс, а раньше называл в советское время КЗОТ, как в ЛНР и как в ДНР. Вот вы такой документ приготовили. Сегодня, скажем, вы его приготовили. Завтра пришли к себе на работу. Принесли с собой два экземпляра. Почему два экземпляра? А потому что вот такой вы один экземпляр добьтесь, а его могут порвать. Дайте ему второй, если он нервничает. Тогда его тоже могут порвать. Иногда нужно с собой принести для особо беспокойных и нервных три или четыре экземпляра. Ничего страшного не будет. Они же короткие. Хотите, от руки напишите. Хотите, напечатайте. Хотите, на принтере. Хотите, на машинке. Это не имеет никакого значения. Вот от руки, я считаю, даже еще более красиво. Видно, что это сам человек написал. Никто его не написал. Никто не будет говорить, что вас кто-то заставил, побудил подписать и так далее. Это раз. И второе. Я, например, советовал бы вам, как специалист по праву, не уходить с рабочего места. Вы должны там. Можете читать вот этот кодекс законов о труде. Я так понял, что многие не читали. Как раз самое время почитать, какие у вас права. Какие права и какие обязанности у вашей администрации ознакомятся. Потом у нас колоссальные нарушения техники безопасности. Колоссальные нарушения норм, условий труда. Поэтому потребуйте соответствующие документы у инженеров по технике безопасности. И изучайте. Вот когда вы должны останавливать работу в случае, если не соблюдаются эти нормы. Потому что если вы работаете в условиях, когда нарушены нормы, это значит, что вы нарушитель. А раз вы нарушитель, то вас могут уже, мало того, что вы в плохих условиях, да еще за нарушение норм техники безопасности и условий труда, вас могут уволить за это дело. А вы можете привлечь к ответственности свою администрацию. Самый лучший способ здесь не привлекать. Просто каждый, кто видит, что нарушены нормы труда и техники безопасности, и при этих нарушениях в нормах указано, когда запрещена работа, то вы не приступаете к работе, пока не исправят. Нельзя работать при неисправной технике. Покатится вагонетка и убьет кого-то, как не раз убивал. Скажем, те же докеры с утра приходят на работу. Они сначала вызывают инженера по технике безопасности. Он должен объяснить нормы и правила. А там огромные у них контейнеры и огромные перевозчики этих контейнеров трехэтажные. Поэтому там раздавить человека ничего не стоит. Как вам эти комара? И они послушали это дело, а потом пошли проверять, в каком состоянии троса. А трос должен быть в таком состоянии, что на 10 сантиметров не больше одной проволочки может допускается обрыв. А если две проволочки? Если вы приступаете к работе, вы злостный нарушитель техники безопасности. И вас за это могут уволить. То есть уволят вас по этой статье, а уволят вас за другое. За то, что вы справедливое что-то требовали. Поэтому я хочу сказать, что у вас там есть чем заняться. И вот вы сидите и ждете, поскольку вы должны подтвердить при необходимости, что вы передали. Надо, чтобы в этом документе, на втором, вам расписались. Ну вот бывают такие случаи. У нас пока не встречалось в ДНР, ЛНР. Там как-то спокойно все эти документы берут, на втором экземпляре расписываются, и все. Но если вдруг какой-то такой конфликт, что я скажу, не буду расписываться. Или какая-нибудь секретарша, ей дано задание такое, вот распишешься, уволил. Поэтому она ведет тогда себя, как цепной пес администрации. В чем ее задача? Иван Иванович звонит, Иван Иванович звонит по телефону, Иван Иванович работает с документами, Иван Иванович поехал к начальству, и так далее, Иван Иванович. А ее задача не пускать к этому самому начальнику. Блохо будет выполнять все. А юристы, скажем, которые сидят на предприятиях? Ну, как вы думаете, если я вот ход собственник предприятия, каких я юристов найму? Которые меня будут защищать, или которые вас будут защищать? Ну, ясное дело. Если я нанимаю, плачу деньги, и вдруг я буду нанимать юриста, который будет кого-то. Поэтому, если не тот юрист, его увольняют. Поэтому и юристы, так сказать, на предприятиях – это цепные псы администрации в условиях капитализма. Поэтому надо это совершенно, так сказать, ясно понимать. Более того, некоторые товарищи, знатоки юриспруденции, право, рассуждают, мы в случае чего подадим в суд иск, чтобы нам выплатили нашу зарплату. Вернули. Некоторые говорят, долги по зарплате. Какие же долги? Долги – это когда вот я попросил у вас в долг. Вы мне дали. А вы что, у вас просили? Вы давали? Вы не давали. У вас захватили, захватчики, захватили вашу зарплату. Это не люди, это хищники, воры. Они своровали вашу зарплату. И удерживают их. И не отдают. Ну, как воры? Как вор должен? Не для того он воровал, чтобы отдавать. И вот тут это воровское сообщество, которое отнимает вашу зарплату, вот скажем, этим шахтам, которые перечислены, которые сейчас намечены в качестве объекта, грабежа. Это, значит, государственное предприятие «Макеев уголь», государственное предприятие «ТРС антрацит», шахта управления «Донбасс». Вот, так сказать, с ними собираются проделать ту же операцию, которую делали в ЛНР. Значит, в ЛНР какую делали операцию? Наверное, вы видели, мы взвешивали тут ролик «Встреча с новым директором шахты», где он, люди записали и прислали, а мы повесили. И вот он этот объясняет, что я другой, я никакого отношения к тому предприятию не имею, вот, я новый директор, я никакие долги платить не буду. Я вот вам буду платить без долгов. И все. Дескать, плакали ваши денежки. Но это предприятие до государства было и остается. Собственник кто? Государство. Кто он должен? Государство. Вот эти все предприятия, которые намечены, вот государство хочет их как бы передать напрямую или через разные схемы, типа, как вот оно, значит, становится другим, и его переводят в аренду. Дают в аренду. И вот приходит новый человек, симпатичный, улыбающийся, значит, приветствует коллектив в шахты и говорит, я телевар-директор и собственник, и арендатор вашей шахты. Ну, естественно, если я арендатор, какие-то у меня претензии? Ну, какие? Никаких. И опять у людей начинает, так сказать, знакомых с правом и считающих себя юристами, такая надежда, что я подам в суд. Ну, во-первых, вы знаете, чтобы подать в суд, надо написать заявление правильно. Потом, значит, если оно неправильно, приостанавливает его судья, потом через два, через три месяца может быть рассмотрение, поскольку очень все заняты, эти сложные условия. А потом, знаете, поговорку, с богатым не судись. Он наймет шесть адвокатов, которые будут щебетать, а вы будете, так сказать, говорить, вот мне не заплатили. Ну, он будет объяснять, почему вам не заплатили. И найдет тысячу всяких вещей. Ну, допустим, вы выиграли. Я вас приветствую. Поздравляю. Можете этот выигранный свой документ решения суда повесить на стену. Почему? Потому что после решения суда надо еще пойти с некоторым думать, что вот решил суд, и все. Ничего никто не будет делать. Вы должны взять это теперь, пойти снова в этот суд, пойти к секретарше и сказать, что мне нужен исполнительный лист, чтобы выдали. Вам через неделю зайдите через неделю. Вам выдадут исполнительный лист. Вы с этим исполнительным листом пойдете к старшему судебному приставу своего района, в службу судебных приставов. Он, его не интересует, какое было решение суда. Вот если исполнительный лист, вы выплатите вону столько-то рублей. Он тогда, так сказать, скажет, приходится к нам через неделю. Вы придете через неделю, он скажет, вот эта девочка или девушка, она судебный пристав-исполнитель. Она будет взыскивать, работать над тем, чтобы вы получили. А дальше начинается следующая тягомотина. Значит, как она? Она пишет письмо. Уважаемый там Иван Иванович, директору вашей этой шахты, дайте, пожалуйста, выплатить вот в соответствии с исполнительным листом такому-то гражданину сколько-то рублей, скажем, 13 миллионов. А согласны ли вы добровольно уплатить? Что отвечает директор? Как вы думаете? Пишет согласен и отправляет. А платить будет? Нет, конечно. Он же опытный человек. А что может сделать судебный пристав? Судебный пристав снова должен послать второе письмо. А согласны ли вы заплатить? Вот вы, товарищ гражданин Иванов, товарищу Петрову, рабочему, актеру. Согласны ли вы заплатить? Он опять пишет согласен. Дальше что? А дальше тогда в судебный пристав. А вы все ходите и ходите к исполнителю. У вас денег нету, кушать нечего, дети плачут. А вы все ходите и ходите и ходите. И дальше и дальше тогда вы уже ставите вопросы меры какие-то. Вы будете понимать? Да. И тогда судебный пристав накладывает штраф на того, кто не выполняет решение суда. Знаете, сколько? Тысяча рублей. Это даже смешно. Он должны миллионы, а он тысяча рублей штраф. Он из ваших денег, из процентов на ваши деньги взял кусочек и отдал. Его спрашивают, штраф будете уплачивать? Да. А потом он подает в суд на судебного пристава, этот директор, что судебный пристав администрирует, неуважительно относится к людям бизнеса. И как вы думаете, у нас вот как суды, кого лучше обслуживать, людей бизнеса или простых рабочих? Ну, как вы думаете? Не знаю, подумайте сами на этот счет. Но это все и так и в России. Если вы думаете, я вам не рассказал про ЛНР, ДНР, и там тоже так же, но там есть свои особенности. Там какие-то умные, хитрые люди. Хитрые, почему? Потому что, скажем, у такой есть ученый, философ Гегель, говорит, есть вот глупость, хитрость и ум или разум. Вы же не назовете просто умного человека просто хитрым, правда? Поэтому можно так считать, что вот хитрый человек это или высшая степень, нет, низшая степень ума или высшая степень глупости. Вот Горбачев всех перехитрил, уничтожил Советский Союз или организовал уничтожение Советского Союза и свое 80-летие отмечал в Англии, потому что здесь он на него смотрит как на подлого пса в России. Вот такая картина. Так вот, товарищи, неспокойные товарищи бизнесмены, которые удерживают ваши деньги, наняли юристов, наняли адвокатов, наняли политиков, политологов и так далее и организовали принятие решения и в ДНР и в ЛНР о том, что на решение судов по выплате зарплаты накладывается мораторий. Может быть, не все и знают, что это такое. То есть, вы мне говорите, отдайте мои деньги. А я говорю, на выплату вам денег наложен мораторий государством. То есть, ничего вы не получите. Идите отсюда. Вот примерно так это выглядит. То есть, чего делают с этими самыми, с обычными людьми? Мораторий придумали. Этот человек, ему, я думаю, бизнесмены должны дать, так сказать, много денег. Они, наверное, уже и дали тем, кто это придумал. Так здорово. То есть, под другим вопросом, если вы выиграли суд, то наивно думаете, значит, все, будет так, как выиграно. Нет, а вот по решетам зарплате, если вы выиграли, ничего не получите. А потому, что у вас мораторий. В России нет никакого моратория. Если выиграли, то рано или поздно, скорее поздно, чем рано, ну, получит человек. А в ЛНР, в ЛНР, ни за что. Поэтому у вас, собственно, единственный есть способ получить свои деньги, и очень простой, кстати. То, что он очень простой, вам уже показали. Вот две шахты, которые написали, вот все члены, все шахтеры, написали такие бумаги, вот, получили на них роспись, что они получили. Немножко отдохнули, посидели, им буквально пару дней все выплатили. Ну, к чему проблема? Поэтому складывается такое впечатление, если бы это вот было неизвестно, а это и товарищ Васьковский, который сопредседатель независимого профсоюза шахтеров Донбасса это объяснял, и в газете это было написано, правда, труда, специальный выпуск шахтера Донбасса, который вот фонд рабочей академии выпускает специально, мы его выпускали для товарищей, чтобы им помочь, разъяснить, мы должны помогать товарищам своим, рабочим Донбасса, обязательно, и в Луганске, и в Донецке, и так далее. Все это было разъяснено, и вот тот, кто это сделал, буквально через несколько дней, буквально через несколько дней деньги принесли, ну, потому что вот человек сидит, а что делает? Жду зарплату, еще сейчас, жду зарплату, так, наверное, не принесут, да нет, наверное, принесут, приносят, на карточке переводят, и все. И вот теперь спецоперация задумана, спецоперация, спецоперация висит над головами вот этих шахтеров государственного предприятия Макеев уголь, государственного предприятия Тореза антрацит, шахта управления Донбасс, и если на них это пройдет, то и все остальные кому деньги должны давать, ясно, что она будет расширена на всех остальных, так что под угрозой сейчас получения зарплаты. То есть, все эти ваши рассуждения, наши рассуждения сейчас как мне должны, у меня есть зарплата, только она, где она, она не у вас есть, она вам в бумажках есть, а у кого она зарплата? У тех, кто сейчас проценты с них получает, и проценты эти вы тоже не получите, это уж само собой никто вам не даст, те проценты, которые они получили, а вообще вы добрые люди, вы даете, вот, государство ни одному бизнесмену не даст беспроцентный кредит, ни один банкир не даст, ну, государство, потому что они деньги свои считают, у них денег мало, а у вас, видимо, денег много, вы выдали беспроцентный кредит своему работодателю, хотя в законе очень четко написано, если вам больше 15 дней не вывлачивают заработную плату, значит, вы можете приостановить производство, производство, работу до выплаты зарплат, и вам в письменной форме должны принести бумажечку, уважаемый Иван Иванович, завтра вам будет выплаченна зарплата, и завтра, пожалуйста, приступите к работе, то вы получили, посмотрели на свою карточку, попали деньги, вы становитесь к станку, не попали деньги, вы становитесь к стене, или вы, вы читаете, что хотите, читаете художественную литературу, то есть, вы можете не находиться на рабочем месте, но я не советую, почему, вы уйдете, кого-нибудь, каких-нибудь безработных или гастарбайтеров приведут на это рабочее место, а потом будете их прогонять, поэтому лучше свои рабочие места охранять, поэтому вообще такие действия, это раз, и второе, конечно, ну, ну, как вы думаете, такие вот серьезные вопросы, в одиночку решаются, или миром, ну, конечно, лучше, так сказать, вы это сделаете, так, чтобы в этом участвовали и ваши товарищи, а ваши товарищи смотрят, получится у него, тогда я сделаю, не получится, тогда я не сделаю, это смелые люди, но уже проверено, получится, получено, проверено, все получили, все, кто так делали, абсолютно все, все получили, если со мной кто не согласен, я готов даже поспорить на 10 тысяч рублей, если кто найдет таких людей, которые так сделали и не получили, то я даю ему тысячи, 10 тысяч, а у меня зарплата 14 тысяч сейчас, но я не рискую, потому что таких людей нет, а те, кто сделали и получили, это все, кто так делал, поэтому я не понимаю, почему вы не хотите забрать свою зарплату, поэтому я вот даже думал, и обсуждал с нашим руководителем канала, как назвать, значит, рабочие срочно заберите свои деньги, вы знаете, вот если деньги где-то валяются, ну, куда-то они денутся, без присмотра, ну, вот вы не оставите их же на улице около дома, не положите их в автобусе, релеебусе, а это вот деньги в банке, которые у вашего директора, так он же все время думает, как их окончательно себе присвоить, и уже придумали, как присвоить, очень просто, называется ваша, вы сидите на том же самом месте, работаете на той же самой шахте, только теперь шахта называется не голубая, синь, а желтая, желтизна, и все, и там новое начальство, мы ничего не знаем, у нас новое предприятие, вот документ мы вам предоставили в прошлом ролике, в этом документе, прямо видно, как, что людям писали, людям писали, все, а это другое предприятие, оно не несет никакой ответственности за это, вот что вам грозит, и это придумали, придумали так, что вот, это вот усовершенствованный вариант, это будет не просто государственное, а государственное, каким-нибудь коммерческим структурам передадут в аренду, а коммерческие структуры, всплошь и рядом бандиты, как известно, или вышедшие из бандитов, ну, у нас, например, основная масса, в России, бизнесменов из бандитов, из нарушителей закона, почему, ну, вот, объявляется, что у нас амнистия капиталов, пять лет назад, что такое амнистия, освобождение от ответственности, не просто освобождение от ответственности, освобождение от ответственности, по нереабилитирующим обстоятельствам, то есть, вы кого-то зарезали, убили, как-то это украли, забрали, ну, мы ответственностью вас не привлекаем, и то, что было пять лет назад, забываем, ну, вот, чем пять лет, ну, мы вам покажем, У нас такой следственный комитет, у нас суды, у нас репрессивная система. Мы вас... Вот так может получиться. Поэтому, значит, вот это должно быть сделано оперативно. Почему оперативно? Потому что если вы сейчас не получите на следующей неделе, возможно, вы никогда и не получите. А я вот должен вас, как руководитель фонда рабочей академии, а полное его название, фонд рабочей академии, фонд содействия обучению рабочих. То есть я не только по своей инициативе с вами сейчас беседую, а еще и по обязанности. Поскольку мы должны обучать рабочих, и те люди, которые имеют знания, это знание должны передавать тем, кому это знание нужно. Вот я вам это знание передаю, но заставить вас пользоваться этим знанием не могу. У меня нет никаких рычагов, как заставить, чтобы вы написали, и чтобы вы получили деньги. Но не хотите, если день получать, значит, вы такие люди, которые хотите подарить свои деньги вот этим жуликам, тунеядцам и проходимцам, которые наживаются и жируют за счет вашего труда и сидят у вас на шее. Я не знаю, за что вы их так любите, вот что они такое вам хорошее сделали. Они вас все время все отнимают. Вы работаете на них так, как работали крестьяне на барина. А как крестьяне на барина работали? Очень просто. Идите на барщину. То есть там что-то вы делаете у себя на участке, но 4 дня в неделю идите на барщину. В некоторых случаях 3 дня. На барщине платят зарплату? Нет. У вас платят зарплату? Нет. Вам цифры показывают, а зарплату-то вы не получаете. И сколько уже вы не получаете зарплату? Я думаю, что там какая-то порода выведена в Луганск и Донецк людей, которые могут жить без еды. Может, вы расскажете, поделитесь с россиянами. У нас же тоже сплошь и рядом тоже не платят зарплату. Но у нас в свое время, это было в лихие 90-е годы, пошли рабочие, взяли железные палки, сели на Транссибирском магистрале, закрыли все движения, все поезда. И на них завелись было уголовные дела из-за того, что они пошли, но не так, как с бумагой. С бумагой вас никто не тронет. А тут на них завели уголовные дела, а потом убрали эти уголовные дела, потому что пойдут с этими палками и будут уже по головам тех, кто заводит уголовные дела. Потому что людей нельзя доводить до того, что у них дети плачут от голода. Поэтому вот тут какое страшное преступление. У вас страшное преступление. Совершается, и вы должны это преступление прекратить. И это ваша обязанность. Не только личная, но и общественная. И перед страной, и перед государством, и перед обществом. Перед своей семьей, перед своими детьми, перед своей женой. Ну, как так можно? Вы устроились на работу. Вы куда устроились на работу? На капиталистическом предприятии. На капиталистическом предприятии есть какая-нибудь собственность на человека? Нет. То есть, у вас трудовой договор. Вы работаете, вам платят. Вам не платят, вы не работаете. А что значит не работаете? Вы приостанавливаете работу. Да выплатили, вы снова работаете. Все тут просто и понятно. Я не понимаю, как вот вам не платят. У нас вот некоторых научили. У нас такого не бывает, чтобы мне не заплатили зарплату. 10 числа на карточку приходят деньги. Потом 15 числа на карточку приходят деньги. Я не видел ни разу такого. Но знаю, что на предприятиях сплошь и рядом. Ну, потому что наш брат, так сказать, профессора. Грамотные люди. Лучше с ними не связываться. Ну, а рабочие такие добрые. Я скажу, ну ладно, ну что потом заплатят. Потом, 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 потом. И человек умер от недоедания. Потому что лекарства дорогие. Ему надо бы купить это лекарство. Он не купит. И так далее. Или детям надо купить. То есть, я думаю, тот, кто заботится о себе, о семье, о стране. О промышленности. Потому что эти гроби, это вашу промышленность. Люди. Это же замечательное производство. Уголь везде нужен. Уже все это признали. Все это знают хорошо. И при этом это все сказано прекрасно Александру Евгеньевичу в вчерашнем ролике. Значит, ваша задача очень простая. Сегодня написать два экземпляра. Завтра один отдать. Получить на нем, на своем втором подпись. И сидеть и ждать, когда вам дадут зарплату. Все. Больше ничего вам не надо. Но если вы это не сделаете, значит, вы не получите то, что получили. Все товарищи из тех двух шахов, которые в Донецкой Народной Республике так поступили. И не получите то, что поступили в Луганской Народной Республике. На шахте Комсомольская и Никанор Новая. Вот и, собственно говоря, так стоит сегодня вопрос. И вообще, ну, надо и вообще подумать вперед. Так же нельзя. Надо же посмотреть немножко вперед. Разве допустимо так? Разве можно допускать к себе такого отношения? Разве можно так себя не уважать? Поэтому, товарищи рабочие, значит, необходимо это сделать. И это необходимо сделать и для вас, и для ваших семей, и для ваших детей, и для вашей промышленности. Это промышленность без рабочих ничто. И хоть это шахты, хоть это заводы, хоть это предприятия, если рабочие у нас не доедают. Какая может быть промышленность, если им не платят зарплату? Я уже не говорю о том, что ее повышать же надо. А цены-то растут. А раз цены растут, значит, у вас все отнимают больше и больше. Все больше и больше. Этому надо положить предел. Причем все это расписано в буржуазных законах. Почему в буржуазных законах? Ну, потому что у нас тут буржуазный строй. Вы хоть на уровне буржуазного строя себя держите, а не на уровне феодального, помещичьего. У вас хозяин никто. Вы с ним просто заключили договор, что вы трудитесь, а он вам платит зарплату. Не платит, то и приостанавливает свою работу. Вот и все. Никаких других отношений у вас с ним нет. Поэтому вы ему ничего не обязаны. Он вам не хозяин. Он вам не барин. А вы ведете себя так, как будто бы вы крестьяне темные и забитые. А вот шахтеры Донбасса, и это вообще передовой отряд рабочего класса России. Он себя и в революцию показал с 17-го года, и в гражданскую войну, и в Великую Отечественную войну. Поэтому это люди, на которых равняются другие отряды рабочего движения. Поэтому это уже, можно сказать, и долг. Потому что долг – это необязанность. Конечно, вы не обязаны получать свою зарплату. Не обязаны. Никто вас не обяжет получать свою зарплату. Что вы не хотите, а вам приносят. Ее вталкивают вам в карманы, куда-то напихивают. И вы не обязаны. Но это ваш долг. Решите эту проблему. И решить ее, как вы знаете, никаким другим способом нельзя. Потому что мораторий у вас ложен. Придумали. Или мораторий. То есть, даже если вы выиграете суд, ничего не дадут. Поэтому осталась единственная дорога. Но дорога широкая, понятная и простая. Вот все пишите. Завтра приходите. Приостанавливайте свою работу. До выплаты заработной платы. Текст этой бумажечки вам вывешен. Напишите такую. Подпишите. Отдайте. И обязательно себе подпись. Потому что будут говорить, что нам ничего не давали. Если вы не получите подпись. На крайний случай. Вдруг у вас получаются какие-то конфликты. Хотят. Не буду подписывать. Не буду вам заверять, что мы получили. Отправьте по почте. Тогда вам придется немножко подзадержаться. Подождать, когда по почте. Заказным письмом. С уведомлением о вручении. И получили уведомление о вручении. Ну вот теперь все. У вас есть документ. Что ваше начальство получило. И с этого дня вы отдыхаете. На работе отдыхаете. Читаете. Просвещаетесь. Изучаете. Нормы охраны труда. Техники безопасности. И нормы трудового права. И вот на этом я как профессор по кафедре экономики и права. И как президент фонда рабочей академии. Свою консультацию заканчиваю. И хочу сказать, что мы надеемся на то, что вы не подведете. И покажете, что у вас есть и достоинство человеческое. И не позволите с вами обращаться как с рабами. Или как с бессловесными крепостными крестьянами. Успехов вам в борьбе. Прилетали всех стран, соединяйтесь. Терпеть я не буду покорно, проклятую эту судьбу. Шахтером из темени черной пора выходить на борьбу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова